Здравствуйте! В эфире программа «События недели» с самыми важными и интересными новостями города. Вас познакомлю я, Ксения Комогорцева. В этом выпуске вы увидите. Сессия Городского совета депутатов. Итоги отопительного сезона, содержание домашних животных и качество воды в микрорайоне Заречный. Прямая линия с начальником отдела полиции. Победа в конкурсе сотрудников Почты России. Продолжение темы об итогах 24-й сессии Городского совета депутатов. В этом выпуске мы расскажем о следующих вопросах. Устранение замечаний Роспотребнадзора по водоснабжению микрорайона Заречный. О работе с населением по содержанию домашних животных. И итогах прохождения отопительного сезона и подготовки к сезону 2021-2022. В ходе проведения проверки Роспотребнадзора Байкалводоканалом были получены ряд замечаний, связанных не только с водоснабжением микрорайона Заречный, но и с водоснабжением всего города. Об устранении замечаний докладывал Евгений Лисин. По вопросу текущих ремонтов головных водозаборных сооружений на скважинах, павильонах, резервуарах, запасах воды и прочего, у нас подготовка и ремонт головных сооружений идет согласно плана подготовки к отопительному сезону. На данный момент у нас три павильона по микрорайону Заречный отремонтированы, произведен косметический ремонт. И то есть при проверке замечаний не выявлено. Повторных замечаний нет. Также по городу идет косметический ремонт павильонов и надскважинного оборудования и прилегающих территорий. Ремонт и восстановление по вопросу, ремонт и восстановление ограждений водозаборных сооружений. У нас скважина номер один по адресу город Севербайкальск, рабочая 6. Ограждение восстановлено. По периметру установлена колючая проволока. Проведена вырубка ДКР и доступ на территорию ограничен. Это было одно из критических замечаний в момент проверки. Территория скважины была в неудовлетворительном состоянии. С июля 2020 года комплекс мероприятий был проведен. Физически не успели охватить данную скважину. Сейчас эта скважина, разрыв колоссальный, конечно, то, что было и то, что стало. Наши сотрудники поработали на отлично. Сейчас проводятся работы взаимодействия, организованные с ПАО Россети. По территории скважины проводят линии электропередач 0,4 кВт. На июль с 15-го числа запланирована работа по замене сетей на территории. Далее. По тыскам водозабора замечания, выявленные при проверке Роспотребнадзора, устранены. Контейнер для такого установлен на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием, покрашен и также промаркирован. На скважине номер 6-10 в микрорайоне Заречной установлены новые выводные краны для отбора проб воды централизованных источников питьевого водоснабжения. Дальнейшие работы по ремонту и восстановлению ведутся на данных скважинах. Также подготовлена смета на восстановление ограждения тысского группового водозабора на сумму 6 млн. 887 тыс. рублей. Смета и все материалы, а также коммерческие предложения запрошены и получены. Все материалы имеются по запросу. Мы доведем эти материалы до вас. По вопросу обеспечения очистки и дезинфекции резервуарного запаса воды и разводящих сетей водопровода. 28 мая проведена очистка и дезинфекция накопительной емкости РЧВ. 6-й и 10-й скважины, это в микрорайоне Заречный основной наш водоисточник, объемом 1000 литров, таблетированным препаратом Акватапс. По вопросу проведения мероприятий по разработке проекта зон санитарной охраны по тыскам водозабора в части определения группового подруслова водозабора, у нас переговоры с проектировщиком продолжаются, Байкал-Нидр, Гео, и работы подходят к финальной стадии заключения самого договора на разработку проекта. Чаще вопросов по Заречке нет. А как же тогда у нас происходит, что нехватка воды у людей? Что с утра, что с вечера и так далее, то подух. Нехватка воды, Александр Александрович, у нас происходит из-за аварийных ситуаций по напорному резервуару, по накопительному резервуару. Этот вопрос сейчас отрабатывается с администрацией. СМЕТы запрошены и предварительно вышли на контакты фирмы, которая проведет оценку этого резервуара. И после выйдет фирма на подрядчик на ремонт резервуара. Вся эта нехватка воды связана как раз таки с постоянным опорожнением, о чем через ЕДДС мы уведомляем население. Опорожнение это проходит. Хорошо. А по проведению холодного водосуможения именно людям, которые отдаленно живут, есть какая-то перспектива, нет? Да, обращаются все к нам индивидуально, обращаются даже целыми улицами, всем выдаем техусловия, либо даем пояснение каждому, есть возможность или нет возможность. Конечно, возможность есть не у всех. Это в связи с инженерными возможностями сетей. Инженерными возможностями в каком плане? Что у вас денег не хватает? Нет. Пропускная способность трубопровода. Допустим, подключено, к примеру, 15 домов и диаметр трубы 32. Скажем, при подключении еще 15 заявителей будут страдать 15 предыдущих и не будет хватать 15 заявившимся воды. Хорошо. А почему не решить вопрос, в каком плане? Что пока мы дождемся, когда нам поезды сделают, пока нам пройдут новое водосуможение и так далее, и подобное, почему не поменять трубы? Чтобы хватало не только на 15 домов, но и на последующие 15. Здесь все в рамках программы ремонтов. И пока на заречку, на микрорайоне заречной не планируется замена труб. Сейчас занимаемся только предупредительным ремонтом по сетям. А плановой замены трубопровода сейчас просто нет возможности. Сколько стоит замена труб? Ну, сейчас не скажу, сколько она стоит. Разрешите добавить? Ну, сейчас вообще речь идет о том, что переукладку делать. Сейчас баланс в минус идет, пока мы решим вопрос по субсидии. Поэтому по переукладку речи и быть не может, сколько бы там ни стоило, хоть 3 копейки. Нам сейчас хотя бы надо ремонтировать то, что у нас сгнило, потому что у нас сгнило надо менять, а не то, что делать реконструкцию. Поэтому мы никому людям не обещаем. В ближайшие 2-3 года этого не будет. Нам сейчас нужно содержать то, что есть, то, что сгнило в Котузовке, то, что в Заречке, то, что на старом городе. Поэтому пара развития дальнейшего по реконструкции пока нет. Только каприон пока нужен нам. А для этого решить нужно вопрос по субсидии. Потому что работаем мы сейчас. Вот 3,6 миллиона минус, это 2020 год. И первое полугодие сейчас, 2021 год, тоже минус 3,6. Поэтому вопрос Алексей Самбуевич приезжал. И на правительство вопрос постоянно ставится. И вчера проводил Мухин Селдат Васильевич. Поэтому пока мы решим окончательно по субсидированию муниципальных предприятий, мы плана строить долгосрочно не сможем. Мы понимаем, что это нужно делать. И это будем делать. Но ни в этом году, ни в следующем точно пока. По состоянию на 1 июня 2021 года в единую диспетчерскую службу поступило 102 жалобы, из которых 92 жалобы на нарушение выголов животных. Четыре жалобы поступило на нападение домашних животных на человека. Данные обращения граждан были отработаны совместно с Комитетом городского хозяйства и сотрудниками полиции. Тема доклада – о проводимой работе с населением по содержанию домашних животных. С целью допущения порядка регистрации домашних животных отделом муниципального контроля совместно с работниками Севербайкальской ветеринарии осуществлялись подворные обходы в улице города Севербайкальска, также микрорайоны Заречный, в ходе которого лицам были выданы около 900 памяток. К административной ответственности по статье 47.2, это нарушение регистрации домашних животных, было составлено 5 протоколов об административной ответственности. Материалы об административном правонарушении, предусмотренные данными статьями, были направлены на административную комиссию, где гражданам было вынесено наказание в виде штрафов. Общая сумма наложенных штрафов составляет 40 500 рублей. В настоящее время на территории города обстановка по самовыгулу домашних животных стабилизировалась, однако единичные случаи имеют место быть, что нельзя сказать о микрорайоне Заречном. На отдаленных улицах продолжают бегать, стоять собак. По 5-6 особей к ним относятся как и домашние животные, так и бездомные. Установить владельцев не представляется возможных, либо очень трудно. Что конкретно вы предлагаете, ваше структурное подразделение конкретное, для того, чтобы людям рассказать, что надо делать, что не надо делать, как они должны себя вести с собаками на выгуле и так далее и тому подобное. Есть какая-нибудь наглядная агитация, либо где-то информация прошла у нас, где есть Северный Байкал или еще где-то. Информацию мы давали в СМИ также, что необходимо домашних животных держать, не на привязи, а, скажем, да, выгуливать их, допустим, средние и большие особи, выгуливать намордники и поводки. Уже мелкие особи, да, пускай они, ну, в присутствии владельцев домашних животных. Наглядных примеров нет таких. Я понимаю, вы... Почему вам не делать баннер? Не делать баннер на баннер... Вы помнили информацию на баннерной основе, можно сказать так, чтобы люди видели в очереди, что и как должно происходить. Нам действительно не сделать социальную рекламу, там, несколько этих, и пускай они висят там год-два, что штраф за выгула собаки без намордника, значит, столько-то, столько-то, пусть он висит, и каждый день смотрят на него, едет на работу, читает, едет с работы, читает, и даже есть наглядная агитация, социальная реклама. И сегодня на сессии, тут тоже не зря пригласили, и в камеру я заставляю всех это говорить, чтобы люди знали, что за это штраф, за это штраф, штраф столько-то, значит, а делаем это только для того, чтобы у нас, не дай бог, постучу, не повторилась ситуация, которая была в столице республики, когда детей там, собаки задирали заживо практически, да, там не просто детей, а взрослых, женщины там в Москву, там бортом отправляли, понимаете, это же тоже не просто так, не от того, что мы прицепились к собакам. Елизавета Геннадьевич, вы добавили, что вы хотите? Давайте я зайду с другой стороны к этому вопросу. Мы около дома, около тостов, посадили деревья. К большому сожалению, в городе появились коровы, крупноргатый скот. Я уже не стал куда-то звонить, чтобы кто-то приехал, думаю, стыдно висеть. Мне самому пришлось выгнать их. Какие-то меры надо все равно предпринять. Действительно, срочно принимать, это правильно? Да, хотя бы хозяев. Вот здесь порядок какой-то, вот тоже в пользу с тем, что, значит, телевидение, чтобы дарить, довести. Какой порядок, да, вот действовать, человеку, который видит, да, что пришла крова, и мы тут благоуставим, благоуставим, тосы подключили, землю возим, сами деревья садим. Максимальное количество деревьев в этом году было посажено в истории города Севербайкайска. Это еще, я перебью вас, не только деревья, там же очень много посадили цветов. Да? Это вот просто жалко. За 40 лет, мы отмечали 40 лет городу Севербайкайск в прошлом году, впервые такое количество деревьев было высажено. То есть, вот куда обращаться Иггезярова Галинзиановича? В этом случае. По факту, чего это? Вот корову уходим. Нам обращаться, мы будем наказывать людей. К вам это как? Один, он будет понимать, ну, через заявление, либо вовсное обращение. Нет, а врачники, случай такой был, привлекали к ответственности ему за речки. Будь там, когда пробил, ИДДС, звонок, что есть с ИДДС. У нас все, все уходят, все, ИДДС у нас, работает, отлично, какие проблемы? Лампочка не горит, свет не горит, корову, ИДДС позвонит, все, она все разойдется. Иногда, ИДДС, я пока позвоню, я же не буду, чтобы корову там ходили, мне жалко, но мы про это не говорим. Нужно это делать. А в моем понимании, надо выявить хозяина. И находятся, когда будет заявление, вот ИДДС, это уже заявление, все, тогда, ну, сколько он выезжает, находит хозяина. Хозяин находит. Ну, штраф, наверное, есть все-таки? Ну, штраф предусмотрен за выпуск сельскохозяйственного. Сколько штрафов? Вот скажите жителям на камеру, значит, что за, поймают гулящую корову, значит, сколько штрафов будет владеть? От 500 до 1000 рублей. От 500 до 1000 рублей. Дальше, сам механизм нанесения ущерба может быть какой-то? Он может написать заявление? да, заявить, потерпевшись, так сказать, он может обратиться в суд о взыскании с владельцем домашнего животного определенной суммы. В ходе выполнения мероприятий за счет средств субсидий из республиканского бюджета и софинансирования из местного бюджета на подготовку к отопительному сезону 2020-2021 года были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по техническому аудиту централизованных систем теплоснабжения города и приобретено некоторое оборудование. Вячеслав Мартынов далее. Насосная станция, установка повышенного давления для скважин номер 6 и номер 10 микрорайона Заречный города Севербайкайс на сумму 2 миллиона рублей. Приобретение насосной станции второго подъема на сумму 1,71 миллиона рублей. Приобретение глубинных погружных насосов для скважин номер 5,67 тысского водозабора города Севербайкайск на сумму 2,9 миллиона рублей. Приобретение каналопромывочной установки на сумму 530 тысяч рублей. Приобретение водопроводных труб и комплектующих на сумму 3,2 миллиона рублей. Данное оборудование материала на праве хозяйственного ведения передано в МП Байкал-Водоканал. По данным предприятия экономический и социальный эффект от использования оборудования следующий. После запуска в эксплуатацию каналопромывочной установки снизилась аварийность на сетях канализации на 30%. В частности по адресам 60 лет СССР дом 24, 26 труда 20 студенческая 4. В течение недели образовывались заторы по 3-4 раза. После промывки аварийных ситуаций не случалось. Скважинные насосы после установки трех насосов планируется экономия электроэнергии на 15%, что составит 143 900 кВт. В стоимостном выражении 580 000 рублей в год. Один насос установлен 12 марта, остальные будут смонтированы до 30 августа 2021 года. Насосная станция для микрорайона Заречный планируется экономия электроэнергии на 35% по сравнению со средними фактическими показателями предыдущих лет. То есть снижение потребления составит 130 000 кВт. в стоимостном выражении 525 000 рублей. Монтаж планируется осуществить до 19 июля 2021 года. В настоящее время подготовлен фундамент под установку. Насосная станция на ЦТП номер 1. Планируем экономия электроэнергии 30% в натуральных единицах 46 670 кВт в денежном выражении 188 000 рублей. Монтаж планируется осуществить до 16 августа 2021 года. Далее Вячеслав Александрович продолжил тему концессионного соглашения с акционерным обществом Теплоэнерго. Новый Теплоэнерго не выполнил мероприятие по реконструкции тепловых сетей утвержденных в составе инвестиционной программы. Кроме того проведена проверка исполнения условия конституционного соглашения рабочей группы администрации составлен акт в достороннем порядке так как акционерное общество Теплоэнерго от подписания акта уклонилось. В акте установлен ряд нарушений конституционера при осуществлении деятельности в 2020 году. Не выполнены мероприятия по реконструкции не предоставлено банковской гарантии исполнения обязательств не обеспеченное проектирование по мероприятиям. Копия акта проверки направлена на главу Республики Булятья и председателю Городского совета депутатов. Продолжился доклад о мероприятиях по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Теплоснабжение и подготовка теплоснабжающего комплекса города к отопительному сезону осуществляется акционерным мощством Теплоэнерго. Водоснабжение водоотведения осуществляется Байкал-Водоканал. Содержание и подготовка многоквартирных домов осуществляется управляющей компанией ООО «ОДИС». В целях подготовки к осенне-зимнему периоду предприятиями составлены планы текущего капитальных ремонтов и согласованы с администрацией города. План предприятия акционерного общества Теплоэнерго, который согласован с администрацией. Текущий ремонт тепломеханического оборудования котельных номер 6, 10, 12 Центральной котельной, ремонт 12 газоходов котлов Центральной котельной, провести ремонт 1,8 ветких коробов тепловых, ремонт 400 квадратных метров тепловых камер и колодцев, 1400 метров тепловодосетей, ремонт и замену запорной арматуры на тепловых сетях, провести ремонт 31 сетевых и подпишечных насосов на ЦТП, 79 секций водоподогревателей, косметический ремонт 11 СТП в рамках капитального ремонта. Капитальный ремонт на Центральной котельной, это потом дали замена насоса, монтаж дробилки и ремонт экономайзера первого и второго. Капитальный ремонт на котельной номер 6, ремонт катуа номер 1, ремонт насоса от тепловых сетей от тепловой камеры 194 до тепловой камеры 196. Согласно инвестиционной программе того Теплоэнерго, на 2021 год предусмотрены следующие мероприятия. Модернизация ЦТП номер 4, номер 5, номер 10, номер 11, номер 6, номер 8, номер 9. И модернизация топки котлогрегатов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 центральной котельной. По муниципальному предприятию «Байкалводоканал» планируется в период подготовки осуществить ремонт и замену отдельных узлов пульта управления и приборов сигнализации автоматики на тыском водозаборе, осуществить проверку состояния пяти скважин, произвести пробную откачку, установление наблюдательных трубок для определения статических и динамического уровня, определить характер и величину заиливания или засора водоприемной части скважин, осуществить чистку водоприемной части скважин, произвести дезинфекцию, мелкий ремонт автоматики. Первый вопрос такого характера. Как в этом году, на 2021-2022 год, с углем для местных жителей? У нас порядок разработанный. Комитет городского хозяйства, не знаю, вы должны были объявить уже, объявить конкурс по подбору, кто будет осуществлять продажи угля. Для кандидатов, которые заявятся на этот конкурс, должны утвердить тариф по республиканской службе по тарифу и осуществлять реализацию. Первое. По поводу в прошлом году по улице Иловой был произведен временный ремонт. Я в плане мероприятия теплоэнерго не увидел, что капитальное строительство будет производиться в этом году. И второй вопрос по поводу газификации. Перехода двух котельных в Заречном на газ. Я, Александр Александрович, действительно ремонт ДАП и ОООО производился. Должны они были его включить на 2021 год. Он его не включен. Я его тоже в плане не видел. Но даже сейчас, если не брать перевод к Иловой, получается, в 2020 году они должны были выполнить реконструкцию сетей в микрорайоне в Заречном на сумму 6,7 миллионов. Мысовая, Тыйская улица. На сегодняшний день они в прошлом году переделали конституционные соглашения, исключив оттуда данные работы и отправили на пересогласование. Данную инвестпрограмму мы не согласовали, потому что мы считаем, что работы не выполнены. И еще там ряд замечаний есть. Еще ряд замечаний. То есть мы сейчас буквально от теплоэнерго добиваемся полного выполнения работы, что было заложено в УНС-программе. Ну и, конечно, нам надо боевого с ними дорабатывать. Ну, все по порядку. Второй вопрос по газификации. По газификации, значит, на сегодняшний день, знаю точно, идет разработка проекта. Газовые котельные в микрорайоне Залечный. Осуществлялся подбор участка, потому что на территории нашего конституционера они нам участок не предоставили. Взаимодействия никакого с теплоэнерго нет. Поэтому сейчас рассматривается участок рядом с котельной, который находится за домами. Отправленные в организации, такие как МРСК, Байкава, Доканал, Теплоэнерго, технические условия на подключение. Это все для разработки проекта. Планируют поставить котельную сюда, ну, то есть фундаментные работы завершить, ну, к началу осени. Котельную привезти осенью. Ну, установку, они говорят, на монтаж много времени не надо. Ну, и запустить планируют в декабре. В какой стадии находится данный вопрос по строительству сетей водоснабжения 15-го микрорайона? Время-то уже конец июня. Мы знаем, мы отрабатываем с проектировщиками, там фирма Саландэ. Они в июне, да, нам должны были уже отдать проектную документацию до 1 июня по 15-го микрорайону. Там два раза же вроде уже переносили. Да, переносили. Сейчас перенесли, потому что у них некорректная работа, я так понял, проведена по изысканию. И срок они поставили в сентябрь месяц. Вообще уверенности есть, что мы получим ее или потом опять? Ну, подрабатываем с подрядчиками, с заказчиками месяц. Извините, сентябрь-то уже, ну, уже как говорится... Но строить не планировали в этом году. В этом году планировали документацию получить и заявиться в чистую воду у нас по протоколу, когда глава республики в марте приезжали, у нас по протоколу стоит, мы должны были в июне отдать. Сроки-то упущены, деньги-то, второй год, второй год. Нет, какие деньги-то? Нас не поставили еще в чистой воде, нас нету в чистой воде. Он имеет в виду, Валерий Анатольевич имеет в виду деньги на проектно-смертную документацию? С подрядчиком постоянно отрабатываем. 30 июня начальник межмуниципального отдела МВД России Севербайкальский Григорий Никитеев провел прямую линию с горожанами. В ходе прямой линии гражданами было задано более 20 вопросов разного характера. Чаще всего людей интересовала возможность перемещаться во время локдауна и можно ли отдыхать на берегах Байкала. Также часть вопросов была посвящена трудоустройству в органы внутренних дел. Алло, добрый день, полиция Никитеев. Добрый день, это же горячая линия, правильно? Да, да, добрый день, очень приятно. Недавно узнал информацию о наборе на службу в ГИБДД, а именно на должность инспектора. Хотел бы вам задать такой вопрос, касаемый медицинской пригодности, а именно какая категория пригодности необходима для прохождения службы в ГИБДД? Вопрос понятен. По категории пригодности у нас, вот по нашей терминологии МВД это категория А, соответственно, вам как кандидату необходимо пройти военно-врачебную комиссию, но в связи с пандемией в Республике Бурятии и ограничителями мероприятиями, сейчас военно-врачебная комиссия, работа военно-врачебной комиссии временно приостановлена. Но вакансии в наше подразделение ГИБДД имеются, и после 11 числа, когда снимутся все ограничения, мы готовы с вами отработать и направить вас после прохождения всех процедур на военно-врачебную комиссию. Мне сейчас надо получить от вас для обратной связи ваш контактный телефон. По требованиям, в принципе, кроме прохождения военно-врачебной комиссии, да, соответственно, ну, кроме требований по здоровью, да, этого, значит, в обязательном порядке для мужчин служба в вооруженных силах, вот у вас есть, да, вы служили в армии? Да, в армии служили, как бы, вот, это одно из требований. Ну, и, соответственно, все льготы прохождения службы указаны, как на нашем официальном сайте, можете ознакомиться. Ну, я думаю, уже вкратце вы знакомы, да? Да. Ну, вот, ну, и, как бы, в связи с тем, что сейчас вот пандемия, личный прием, вот, пока у нас, ну, с кандидатами ограничен, поэтому будем с вас, с вами, связь держать в телефонном режиме. А вы местный, Севербайкальска же, да? Да, я местный. Угу, все, Севербайкальский, то есть прописка здесь и проживаете здесь, в Севербайкальске? Да, да. Все, очень хорошо. Все, с вами тогда представитель подразделения по работе с личным составом обязательно свяжется и уже говорит более подробные условия для прохождения и поступления на службу. Такие прямые линии с начальника межмуниципального отдела МВД России Севербайкальский Григорием Никитеевым будут проводиться на регулярной основе. Лучший почтальон Бурятии работает в Севербайкальском отделении связи. Анастасия Барабанщикова стала лучшей по профессии в одноименном республиканском конкурсе. Она и ее коллеги успешно доказали свой высокий уровень профессионализма. Мы вообще гордимся, я хочу сказать, что у нас вот в республике Бурятия 298 отделений связи. Во всех отделениях связи трудятся почтальоны. И выиграть конкурс, стать лучшей по профессии, это, ну, большое достижение. Мы гордимся, что у нас есть такие работают сотрудники севербайкальские, да? Анастасия работает почтальоном без малого 7 лет и никогда не жалела о своем выборе. Несмотря на определенные сдержки профессии, суровую байкальскую зиму и бродячих собак, хорошего, по ее словам, гораздо больше. Мне вообще работа-то нравится. Нравится работать с людьми. Меня устраивает, что я их всех знаю уже на своем участке. Они знают меня. Мне нравится, что моя работа связана с природой. Я гуляю полдня, разнося почту, а не сижу в офисе. Меня это очень устраивает. Это такая подвижная работа. В условиях пандемии и ограничительных мероприятий конкурс лучшей по профессии проводился дистанционно в формате тестирования и ответов на онлайн-вопросы. С поставленной задачей Анастасия Барабанщикова справилась на отлично. Настя, мы тебя поздравляем. Это прям большое достижение. Гордимся, что у нас такие профессионалы трудятся. Я думаю, что и население наше тоже рады, что их обслуживает такой почтальон. На твоем участке все отзывы положительные от пенсионеров и от клиентов. Поздравляем тебя. Хотим вручить тебе вот такой вот подарок телевизор. Также в разных номинациях были награждены и другие сотрудники отделения почтовой связи. Например, Анна Викторовна Кондратьева заняла третье место среди начальников отделений связи. За участие была награждена Ольга Владимировна Литвинцева, которая также показала достойный уровень знаний. Ксения Смирнова стала четвертой в республике среди операторов отделений почтовой связи. Каждый год проходит этот конкурс. Уже лет 10, наверное, этому конкурсу. Впервые мы заняли первые места, чем мы очень гордимся. И прям поздравляем, что вы с нами работаете, профессионалы, своего дела. Так что желаем вам удачи в следующем году. Надеемся, будет все первые места. В это воскресенье работники Почты России отмечают свой профессиональный праздник. Несмотря на все современные технологии, трудно представить себе нашу жизнь без работников этого ведомства. Ежедневно они обрабатывают и отправляют сотни писем и посылок. Занимаются переводами и пенсиями, принимают различные платежи. Их функционал огромен. Работа требует максимальной ответственности и внимательности. Безусловная отдача своему делу – главное, что нужно для того, чтобы успешно справляться с поставленными задачами. И наши севербайкальские работники Почты делают это на отлично. На этом у нас все. Смотрите все выпуски программы «События недели» на каналах СТС и ТНТ, во всех социальных сетях, на сайте компании Айронет и в мобильном приложении Сити Алерт. Мы увидимся на следующей неделе. Берегите себя и оставайтесь с нами. До свидания.